Всем привет! Сегодня отличный день для того, чтобы решить очередной интересный кейс из экзамена USML. И обязательно досмотрите до конца. У нас для вас большой анонс образовательной платформы Synapse. Думаю, такого ресурса в русскоязычном пространстве вы еще не видели. Заинтриговал? Ну, сначала кейс. Мужчина, 32 года, поступил в отделение неотложной помощи с болью в груди. И начавшейся в начале дня. Боль имеет распределение по средней линии и острый характер. Усиливается при глубоком вдохе, но уменьшается, когда пациент наклоняется чуть вперед. Неделю назад он перенес легкое респираторное заболевание. Другие какие-то данные в анамнезе ничем не примечательны. Пациент не курит всю жизнь. В его семейном анамнезе нет ранних инфарктов. Внезапных смертей или какого-либо варианта кардиомиопатии. Артериальное давление в норме 120 на 70. Пульс учащен 110 в минуту. Регулярный. Какое из следующих результатов физикального обследования наиболее ожидаемо у данного пациента? Давайте определим наше внимание на самые важные моменты, указанные в данном кейсе. И даю вам небольшое количество времени подумать. Правильный ответ под буквой A. Боль в грудной клетке при остром перикардите резкая, так называемая плевритическая. Характерно уменьшается, когда пациент садится и наклоняется вперед, так как снижается давление на париетальный листок перикарда и, соответственно, боль тоже уменьшается. Кстати, есть мнемоническое правило для запоминания вообще, в принципе, возможных причин такого рода загрудинных болей. Вот мы их видим на экране. Здесь и острый коронарный синдром, диссекция аорты, перикардит, мелкардит, различного рода тампонады и выпады в перикардиальную полость, легочная эмболия, пневмоторакс и перфорация пищевода. Ну а фибринозный или серофибринозный перикардит является наиболее распространенным видом перикардита. Собственно, наиболее характерным физикальным признаком его является шум трения перикарда, описываемый как высокочастотный, царапающий, скребучий шум, friction wrap. А недавнее заболевание верхних дыхательных путей в анамнезе у этого пациента позволяет предположить вирусную итеологию. Ну а что же сказано в остальных вариантах ответа и почему они неверны? Вариант под буквой B. Во время вдоха еревное венозное давление обычно снижается, поскольку кровь втягивается в правые отделы сердца. Физиология такова. Когда мы делаем вдох, грудная клетка растягивается, расширяется, что ведет к негативному внутригрудному давлению. Это ведет, собственно говоря, к расширению венозного русла и увеличению возврата в правые отделы сердца. Ну и, собственно говоря, это все редуцируется в снижении давления в югулярных венах. Ну а когда мы говорим про симптом Кусмауля, то в данном случае у пациента происходит другая, обратная ситуация. Это парадоксальное повышение еревного венозного давления на вдохе. И, собственно, когда у человека есть нарушение диастолического наполнения правых отделов сердца при таких заболеваниях, как конструктивный перикардит, рестриктивная кардиомиопатия или даже достаточно выраженный станоз трехстворчатого клапана, это ведет к тому, что сердце просто-напросто не может растянуться из-за рестрикции своего движения. И на вдохе мы видим не уменьшение венозного давления, а наоборот повышение его в еремных венах. Хотя конструктивный перикардит может быть следствием длительного воспаления перикарда в течение нескольких месяцев или даже лет, у данного пациента острая ситуация. И здесь это не может быть связано с таким длительным хроническим воспалением. Поэтому вариант неверный. А вариант под буквой С. Перикардиальный щелчок. Это короткий, высокочастотный прикардиальный звук, выслушиваемый в ранней диастоле, вскоре после С2. У пациентов с конструктивным перикардитом. То есть здесь мы получаем, так скажем, эффект погремушки. И возникает он сразу же после С2, и его можно спутать с щелчком открытия, допустим, при метральном стенозе. Далее. Парадоксальный пульс. Это падение систолического давления артериального боли, чем на 10 мм ртутного столба во время вдоха. Он представляет собой увеличение, так скажем, нормального снижения систолического артериального давления во время вдоха. То есть падает сильнее, чем ожидается. Он может наблюдаться при тампонаде сердца, при конструктивном перекардите, при тяжелой астме или хронической обструктивной болезни легких. Но здесь одним уточнением, одним слайдом не обойдешься. И поэтому приглашаю вас для просмотра нашего видео на YouTube-канале Synapse, посвященному парадоксальному пульсу. Потратьте несколько минут, и для вас эта патология станет абсолютно ясной. Вариант под буквой И. С3. Это дополнительный сердечный тон, который возникает чаще всего при сердечной недостаточности. Ну, также может наблюдаться при метральных рекургитациях тяжелой степени, при артальных рекургитациях. В общем, когда в сердце фиксируется высокий остаточный объем крови после систолы. Кровь, поступающая из предсердия, ударяется о кровь, и мы слышим третий тон. Напомню, что первый тон – это тон закрытия метрального и трикоспидального клапана во время систолы желудочка. Далее второй тон – это закрытие аортального и клапана легочного ствола во время стремящегося возврата крови обратно в сердце. Третий тон – это, соответственно, удар крови о кровь, когда происходит изгнание из предсердия при сердечной недостаточности. Опять повторим, при остаточном объеме крови. И есть еще четвертый тон – это тон удара крови не о кровь, а о ригидную стенку желудочка. Такое мы чаще всего наблюдаем при ригидности, а когда наблюдаем мы ее при гипертрофических процессах в миокарде. Например, гипертрофическая кардиомиопатия или же исход длительно существующей артериальной гипертензии, когда из-за компенсации происходит утолщение стенки желудочка. Как видите, из кейсов можно доставать очень большое количество разнообразных данных вот в такой вот интересной форме. И сейчас я хотел бы представить вам уникальную экосистему, внутри которой студенты и врачи получают доступ ко всем самым актуальным знаниям и инструментам. В нее входит база знаний, это библиотека медицинских статей, которые написаны на основе самых последних данных, лучших иностранных источников и разнообразных национальных клинических рекомендаций. Далее, банк вопросов Synapse. Это первый банк клинических задач на русском языке, которые построены с учетом того, что спрашивается на самых сложных медицинских экзаменах в мире. И в честь старта вы можете приобрести подписку на наши ресурсы по очень выгодной цене. Вы ее видите на экране. Ну а для того, чтобы найти собственный ресурс, обращайтесь по ссылке в описании. До новых встреч!